МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закон, запрещающий вузам повышать плату за проживание в общежитиях. Ну, конечно, студенты наверняка восприняли это с радостью. А как вузы к этому отнеслись? Поскольку как раз эту работу и эти законопроекты курировала я, то я знаю достаточно подробно, что происходило, как развивалась эта история. Мы помним, что администрация университетов, ряда университетов, начала повышение оплаты, взимаемой со студентов за общежитие. И мы, естественно, в ручном режиме не смогли все урегулировать, поэтому мы выступили с инициативой. Во-первых, мы создали рабочую группу, в которую вошли и профсоюзы образования. То есть они были очень активны в этом, они отслеживали, где какое повышение и почему главное случилось. Туда вошли и другие студенты, представители студенческих советов, со всей России, и туда вошли учредители университетов. Это в том числе и Минздрав, Минобор, Минкультура, Минсельхоз и другие учредители, у которых есть свои подъемственные университеты. Рабочая группа работала несколько месяцев. На базе рабочей группы были разработаны в том числе и законопроект, и активно участвовал комитет по образованию, который был недавно принят. По регулированию цены на студенческие общежития. Что касается, например, методических рекомендаций, которые также были разработаны и предложены Министерству образования, то они пока не утверждены, но они разработаны. И мы постараемся сделать так, чтобы методические рекомендации были утверждены правительством до сентября. И мы уже выступали и просили правительства, чтобы они не затягивали с нормативно-правовыми актами. Что касается работы вот этой группы, о которой я уже говорила, то поработала она очень эффективно. И самый тяжелый для нас случай разбирались как раз на этой рабочей группе. Тяжелый случай, я говорю о чем? Когда, например, мы выясняли, почему очень завышенная стоимость оплаты за студенческое общежитие, мы общались, и для нас источником являлся только студент, только студент, без посредников, без администрации вуза и так далее. Мы выясняли и о невозможных для проживания условиях студентов в общежитии. Поэтому мы, например, это метод Пирогова. Для нас это было потрясение, когда мы увидели, как живут там студенты. И, конечно, мы вызвали на рабочую группу учредителя, Министерство здравоохранения, был замминистра. И, естественно, мы урегулировали этот вопрос. И, во-первых, сначала была снижена плата взимаемого со студентов за общежитие, за проживание в нем. А, во-вторых, были найдены средства, более 100 миллионов рублей, на реконструкцию этих общежитий. Потому что в таких условиях будущие педиатры просто жить не могут. Ну, кажется, любой человек не должен жить в таких условиях. К сожалению, я в социальных сетях выставляла фотографии. То есть это очень открытая работа. Мы просто приходили, мы не уведомляли никого. У нас есть право заходить в университеты, как со статусом депутата Госдумы, в любое общежитие. Поэтому мы заходили, смотрели. И, к сожалению, где-то мы были удивлены в хорошую сторону, где-то мы были негативно удивлены и старались быстро урегулировать проблемы. Но есть проблемы такого характера, как, например, норма закона регламентирует ряду категорий студентов социальную стипендию. И, например, тот, кто получает социальную стипендию, живет в общежитии бесплатно. Есть такие университеты, которые вышвыривали таких студентов за порог и говорили, что больше мы тебе не обеспечиваем общежитие. Такие, как Московская консерватория Чайковского, или у нас есть предположительная информация об этом в опнинском филиале МИФИ и так далее. То есть мы прекрасно всех знаем, кто этим занимается. Но есть, конечно, большинство, есть 120 вузов, которые, наоборот, даже снизили взимаемую плату со студентов за проживание в общежитии. И с ними проблем мы никаких не имели. То есть это, как правило, 50 рублей или 60 рублей или 120 рублей в месяц. И это, естественно, приемлемо на фоне той стипендии, которую получает студент. Ну, как минимум 1340 рублей получает в месяц студент. Поэтому для нас, кстати, не важно, это бюджетник, который получает стипендию, или это контрактник, или это заочник. То есть для всех одинаково должна закладываться сумма, которая взимается затем со студента. Мы разбирались с причинами. Многие ректоры нам открыто говорили, что таким образом они компенсируют заработные платы педагогам. Кто-то говорил о том, что это на ремонт общежитий. Но мы ясно в этом законопроекте заложили, что такие основы, как студент платит только за найм и только за жилищно-коммунальные услуги, оказанные студенту. Это нормально. Мы все платим за ЖКХ, за свет, за электричество и прочее. За тепло. Поэтому это то, за что студент будет платить. Но и кроме того, это бы всего не произошло, если бы студент знал о своих правах. Если бы студент знал, что такое 39-я статья закона 273 образования, где закреплена такая норма, согласно которой без согласия студента невозможно закрепить ту или иную сумму, взимаемую со студента за проживание в общежитиях. То есть, как правило, если мы понимаем, что студсовет, наверное, подписывался в протоколе за студентов, а студенты об этом не знали. Поэтому, если что-то не устраивает, то студсовет должен быть не просто карманным советом студентов, а это должен быть действительно адвокат студенчества или проводник от студенчества и действительно работающим органам. Проблема в том, что студенты, когда подписывают договор на проживание в общежитии, его не читают, и они не знают о том, что у них есть основной договор и приложение к договору. В основном договоре, как правило, прописывается, что 50 рублей студент платит в месяц за общежитие, а в дополнительном приложении 950, дополнительно сверху. Поэтому, как правило, у него 1000 рублей, а то и выше могло быть и 4950 или 9950, в зависимости от субъекта Российской Федерации и наглости администрации. Алена Игоревна, а какая следующая цель Комитета по образованию? Вот над чем сейчас вы работаете и над чем намерена сосредоточить ваше внимание? Законопроектов очень много, планы уже есть, и они утверждены на следующий год и на это полугодие, которое нас еще ждет. Что касается того законопроекта, который мой еще пока что не рассмотрен, и он пока не вынесен на первое чтение, то это касается как раз порядка приема в университеты, приемных компаний. Я помню, что у нас был некоторый скандал, и родители очень переживали. Это была весна, может быть, в март или февраль, когда Министерство образования разрешило менять университетом порядок приема. Я расшифрую, грубо говоря, поменять перечень предметов. Обязательных предметов для поступления. И мы в экстренном порядке с коллегами вносили законопроект, который упреждает эту проблему. И я помню, мы тогда попросили встречи с Министерством образования, и к нам в узкий круг руководства партии пришел министр образования. Мы с ним договорились о том, что необходимо, может быть, как минимум год закладывать для таких смен предметов. Но мы успокоили родительское сообщество, что этого не произойдет и не случится. И министр образования издал приказ, что это разрешено на следующий год. Но так или иначе мы закрепим все равно эти нормы в законодательстве, в законе 273 об образовании. И сейчас мы его немножко доработаем и переработаем, в том числе учитывая приказ Министерства образования. И смысл этого закона о том, что до 1 октября университет уже должен публиковать список, перечень предметов, к которым должны быть готовы абитуриенты. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня в программе «По существу» у нас была депутата Государственной Думы Алена Аршинова. До свидания, Алена. Благодарю за приглашение. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова